Собственно, хаю-хай, блядь Это Давадым И я получил вот такую вот посылочку Я точно не помню, что это И я не помню, кто мне это отправлял Да, у меня такое бывает, что я просто забываю Ну, давайте, собственно, смотреть Но вы-то уж точно знаете, что здесь Почему? Потому что вы прочитаете, сука В названии это Так, мы сейчас это попробуем открыть Я знаю, что это вроде должен быть кальян Либо табак Но это может быть табак А, всё, понял, это кальян Тут колба, тут кальян Всё очень просто Так, мы почти справились, сейчас откроем Посмотрим, что это такое А, ой, ёб твою мать Да ладно Это, ребят, кальян Аборит Да-да, именно тот Аборит, который навёл очень много непонятного шума О том, что Сам Это казанский табак Ну, короче, татарский Вроде Да, вроде татарский табак Татарский кальян Короче, предыстория этого кальяна А в кальянном чате Либо в мастерсе Он очень сильно рекламировал свой кальян Прям дико, настойно Вызывало даже какой-то негатив Это в какое-то время, да Ему говорили Так ты заебал уже Бля, если ты, бля, хвастаешься Так покажи ты его Он говорит Нет, это супер технологии Такого дизайна вообще нет Я его придумал сам Типа вот так вот всё охуенно Но я вам его не покажу Да, было всё так Ну, давайте, собственно, посмотрим Что есть такого нанотехнологичного В этом кальяне Это аборит Так, сейчас я всё дерьмо лишнее уберу Так, мы поставим сюда Это мы выкинем вот сюда Давайте, собственно, глядеть Что это у нас за такой монстрик Аборит Так О, заебись Понимаете, да Вы несёте кальян И все прекрасно понимают С какого магазина вы идёте И что у вас в этом магазине Потому что, сука, название Расположено прям максимально правильно Как должно находиться Ой-ой-ой, дырочка, блядь Давайте смотреть Так Вот так вот это всё упаковано Белый поролон Это, походу, Маклауда нечаянно Ой Мэтпира нечаянно положили Ладно, давайте смотреть Что у нас здесь есть Мы официальные производители Кальяна Аборит Наша компания предлагает вам Качественный продукт По привлекательной цене Немного о Аборит Выполнен полностью из нержавеющей стали Накладка и основание из полициталя Коннектор продувки и шланга На магнитном соединении В комплекте Шахта, диффузор, блюдце, шланг, мундштук Окей, Аборит, мы тебя поняли А качественная упаковка Лучшее соотношение цена-качество Розничная цена Шесть с половой за одну штуку Оптовые продажи От тридцати штук Пять тысяч рублей Большой опт От пятидесяти штук Четыре пятьсот Ну, блядь А вот здесь, сука, вот интересно Реально интересно То есть Четыре пятьсот за такой кальян Какой, не знаю Мы сейчас посмотрим Свяжитесь с нашим менеджером Для получения дополнительной информации Охуенно В принципе, ребят Как вы считаете? Ну да, давайте не будем брать большой опт А возьмем розничную цену Ведь кальяны все дешевле и дешевле становятся Скоро кальян можно будет купить за полторы тысячи рублей Охуенно Хотя еще можно купить Но именно охуенный, дорогой, качественный Нержи, полициталь, все дела, короче Шесть пятьсот за штуку Но давайте посмотрим За что мы должны отдавать шесть пятьсот Давай, так У нас есть декоративная часть шахты Да, там стружечка Собственно, полициталь вот такой вот формы Есть металлическая штучка под блюдце Чтобы в случае чего полициталь не пошел по пизде Есть блюдце О, холодное, блин, только приехало А блюдце аборит, хорошее, в принципе Хорошее блюдце Так Это у нас верхняя часть шахты Ой-ой-ой Да, там очень много поролона Поэтому я сейчас все это попозже промою Нержа хорошая Резьба нарезана хорошо Да, нормально Нижняя погружечная шахта Здесь есть Это так должно быть, блядь, или Это косяк токаря Здесь, видите, идет, идет, идет Такая штучка, да, вот она И тут она заканчивается Непонятно Ладно На этом еще обратим внимание Так, мунштук Тоже грязный Еще не отмыт от этого технического масла Или чем-нибудь там Аборит из нержи очень длинный Засечки Засечки неровные То есть, тут видно, что она идет, идет Бам Тут-то есть Вот полоска То есть, не точно Как бы, ну Токарь Токарь не очень хорошо все это обрабатывал, да Идем дальше Есть диффузор Так, а он Он нормальный Он хороший А, блядь Сука, ебучий поролон Опа Это коннектор А здесь магнит, скорее всего, в основании Вот такой вот коннектор Обработка хорошая Металл не полированный Окей, идем дальше Так, это у нас Коннектор под чашку Здесь все тоже идеально Все ровно Все хорошо О, блядь Опа, достал Это клапан Аля Мэтпир Очень похожий на него Там у нас Жемчужинка И, собственно, само Главное основание Из полициталя В него вот тут Врезанные Заглушки для магнита И они выкручиваются Потому что здесь есть Такие эти Лобзики, блядь Ну как, лобочки 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 есть Но Оно очень Некрасиво Выпирает И реально Можно закоцаться Хорошо Видите, как выпирает Так, здесь Тоже И, собственно Здесь видно Несимметрию Понимаете Да, вот видно Как магнит И Короче, криво стоит Магнит Так, две рабочие Дырки И все остальное Короче Теперь надо его покурить И Мы сейчас его в начале А, ну шланг есть Есть шланг Шланг обычный Софт-тач Хорош Что еще сказать Ладно, сейчас мы это все замоем Короче Я все это отмою И мы на нем забьем И начнем курить И колбу попозже покажу Сейчас в начале все соберу Подожди немного Пока можешь поставить лайк И написать комментарий По тем косякам Которые уже есть Но не забывай Что это стоит 6500 Короче, распаковываю Короче, колен я собрал По коннекторам То есть Они охуенные Я скажу сразу Магнит Хорош Очень хороший магнит Далее Резьба Тоже пиздатая То есть Все хорошо Быстро закрутилось Не скрипело И все остальное Вот эти засечки Как-то Ну не знаю Мне вот Ну приебался Короче Не должно быть такого Типа ровно-ровно Говорили вроде Супер качество Какая-то Супер Какая-то Какая-то обработочка Но Мы начали распаковывать колбу И на это называется Зато Блядь Безопасно Нахуй Ладно Идем дальше Так, ну Колба Симпатичная Давайте Просто так На скидочку Поставим Резины Кстати В комплекте Не было Придется подбирать Ну Прикольно Прикольно Но я сейчас Кое-что сделаю Еще Чтобы было Немного понятнее Да Блядь Сука Нахуй Меня это Пизда Как бесит Просто Производители Блядь Если вы Определяете Со своей Рабочей колбой Стороннего Производителя Блядь То Ложите в комплект Резинки Которые Будут Реально Хорошо Подходить Я Короче Снял Уже Четыре Резинки С разных Коленов С разных Диаметров Эта Резинка Она Блядь Не подходит На родную Колбу Которая Была В этом Комплекте Эта Резинка Слишком Маленькая Эта Резинка Еще Меньше Эта Слишком Большая Блядь Почему Блядь Так Либо У вас Нестандартный Диаметр Основание На которое Одевается Резинка Блядь Потому что Колбы Как-никак Вроде Стандартные Либо Это Косяк Производителя Колб Который Просто От пизды Делает Диаметр Который Ему Нравится Основываясь На той Теории Ну Дырка Же Есть Блядь У меня Сука Выбесило Я Столько Кальянов Переразобрал Блядь Столько Кальянов У меня Осталось Без Без Нихуя Блядь Лишь бы Туда Подобрать Чего Нибудь Уф Серьезно Блядь Так Достал я Другую Колбу Снял С Мэт Пиром Так Это Пиздец Нахуй Вас тоже Эта Хуйня Бесит А Вот Если Бесит Поставьте Комментарий Укажите Блядь Что Меня Это Бесит Так Погнали Нихуя Не залази Даже Близко Идем Другой Другого Диаметра Абсолютно Другого Диаметра Чуть Толще Чем Чуть Меньше Чем Так Совсем Чуть Чуть Как В хуй В раздолбанной Пизде Ладно Окей Идем Следующий Вот Это Вообще Резинка Наболтается Вообще Пиздец Нихуя Нихуя Причем Заметьте Это Все Четыре Стандартных Классических Размера Резинки Других Резинок Просто Не бывает Уже Реально Больше Как бы Резинок Уже Именно Которые Есть Их Не бывает Это Блядь Сука Не Заразит Даже На Эту Колбу С Этой Резинкой То Ли Проеб В Основании Блядь То Ли С Колбами Что Не То Я Не Знаю Буду Просто Ебаться Но Я Сука Дихуй Засуну Блядь Сука Я Короче Уже Подрезал Резинки И Одел Резинка На Резинку Короче На Эту Колбу Я Не Знаю Кто Производитель Этих Колб Но Колбу Скажу Дичь Какая Это Пробую Сюда Одеть Сейчас Смочим Ой Бля Аллилуйя Как Попало Конечно Но Блядь Хотя Блядь Будет Покурить Это Пиздец Это Блядь Пиздец Я Справился Я Запихал Этот Ебаный Кальян В эти Ебаные Колбы С этими Ебанными Резинками Сейчас Мы Будем Забивать У нас Есть Чашечка Альпака И Есть Два Вкуса Которые Очень Прикольные Микс Кстати Это Гуа Манго И Pink Грейпрут Еще Мы Это Все Забьем Углечки Подойдут Мы Это Прокурим Все И Будем Взрывать Этот Кальян Проверим Как он Курится Как он Продувается По Косякам Мы Уже Прошли Но Еще Утвердим Все И Наверное Сделаем Финальную Оценку Этого Кальяна С учетом Его Цены И Всего Остального Да Так что Жди Да Да Я Вспомнил Меня Просили Показать Как я Забиваю Чашки Все Очень Просто Берем Гуа Манго Фаннел Я Вот так Забиваю Я Выкладываю Вот так Табачок Вот сюда Вот так Плотненько Беру Следующий Вкус Не касаясь Руками Табака Вообще И Вот так Собственно Выкладываю Далее Просто Беру Шилок Тоже Самое И Вот так Все Разравниваю Здесь И Все 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 Сделано Короче Я Раскурил Я Курю И скажу Вам Так Мой Ебняк С этими Резинками Хотя бы Оправдался Хорошей Тягой И Хорошим Курением Кальяна То есть Тяга Прям Вообще Совершенная Хорошенькая Реально Хорошенькая Тяга По Продув Тяга Продувочке Тоже Все Хорошо По Клапану 50 на 50 Я бы Наверное Увеличил Ход Шарика Буквально На пару Миллиметров Чтобы Всякие Еродливые Не топили Колян Потому что Я продуваю Не так Сильно Но уже Вижу Как уровень Воды Просто Весь Загоняется В шахту Если я Чуть Чуть Еще Дам Газку То я Затоплю Чашечку Так как Шахта У нас Не такая Уж И длинная Диффузор Он Тягу Не портит У него Есть Отверстие Снизу Поэтому Собственно Там Табачок Забиваться Не будет Как Во многих Кальянах Как Во многих Кальянах Что касается Коннектора И блюдца Да В принципе Нормально За 6500 Не жалуемся Что еще Из плюсов Ну Блин Обычный Кальян За 6500 Тысяч Найдет Своего Потребителя Явно Теперь По минусам Да Тут минусов Наверное Больше Чем плюсов Я скажу Так Это Вот это Вот эти Уздечки То что Как выпирает Заглушка Для магнита Здесь собственно Так же Резьба На клапане Очень слабая Она не фиксируется То есть Ты вроде Закрутил Хорошо А вот так Он легко Раскручивается Непонятные Те полоски То есть Меточки Да Они как бы Сделаны Реально криво Но это По минусам Монштук Кому-то Нравится Громоздкий Длинный Кому-то Не нравится Мне не нравится Что он Не полированный И на нем Видны Все вот эти Царапины И все остальное Как бы Я бы хотел Чтобы монштук Был Максимально Заполирован Такой Гладкий Блестящий И зеркальный Было бы Круто Ну и Все Собственно По этот Кальян Теперь Вы напишите Вы посмотрели Обзорчик Теперь напишите Мне Стоит ли он Своих Шесть Пятьсот Либо Стоит ли он Своих Шесть Пятьсот И все Так что Давай Дерзай Это был Обзор На Аборит Модель Я не знаю Как ее Называется Просто Аборит Аборит Хука Пока Пока Продолжение следует